Сообщество? Рыцарский турнир? Да, конечно. Прекрасные дамы. Ну, реконструкторов я, конечно, люблю. Принц на белом коне. В съявящих доспехах. Мощные мужчины, которые не боятся получить железякой по голове. Им за это ничего не бывает. От утонченных женщин. А какие женщины там ходят, какие платья, какие танцы, какие жесты. Обо всем об этом прямо сейчас с нашими гостями. Итак, тема Международный рыцарский турнир «Воин-2019». А у нас в гостях и красавец мужчины, и прекрасные дамы. В рубрике «Сообщество реконструкторов» сегодня Наталья Шестакова, организатор рыцарского турнира «Воин». Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Андрей Киселюс, многократный чемпион мира по историческому средневековым боям. Член сборной Российской Федерации по историческому средневековому бою. Главный организатор рыцарского турнира «Воин». Основатель Лиги средневековых боев WMFC. Еще надо продолжать. Еще «Эсквайр», рыцарь там без страха и упрека, и что-нибудь такое. В следующий раз мы должны это продолжить, потому что пока это суховато. Бурьерожденный. Хорошо. Бурьерожденный. И обладатель какого-то там гигантского пояса, о котором тоже расскажет. Пожалуйста. И Елизавета Семерханова, организатор рыцарского турнира «Воин». Здравствуйте. Женщины скромные, а мужчина весело в регалиях. У меня такое впечатление, что за спиной бьющиеся мужчины, на самом деле, стоят вот эти скромные, прекрасные женщины, которые все и организовали. Наталья. Давайте с организаторов и начнем. Пожалуйста, рассказывайте. Международный рыцарский турнир «Воин-2019». Это какой уже по счету, какая его история? Ну и на самом-то деле, где и когда. Да. Введите нас в курс, пожалуйста. На самом деле, это будет 23 февраля. В спортивном комплексе «Крылья Советов», который находится на Ленинградском проспекте, пройдет как раз мероприятие, которое называется «Воин-2019». Это впервые мы проводим такое мероприятие, которое посвящено именно профессиональным боям исторического Средневековья. И там будет потрясающая интерактивная площадка, ярмарки, очень интересная шоу-часть и самое главное, конечно же, очень зрелищные рыцарские бои. Ну вот давайте, Андрей, очень зрелищные, потому что они всегда зрелищные, а сегодня в этот раз обещаете очень. Чем отличие? На самом деле, Наталья, конечно же, скромничает. И Наталья не просто организатор, она у нас занимается всем оформлением, всей шоу-частью. А мы в этот раз действительно подготовились грандиозно, без скромности. Что же нас ожидает, спросите вы? Я вам как раз сейчас расскажу. Во-первых, нас ожидают отборочные бои в сборную России по средневековым боям. И вся эта сборная отправится в мае на чемпионат мира «Битву наций». В Сербии это будет проходить в этом году. И, в общем-то, представят нашу страну, наши цвета на международной арене. Далее у нас огромное количество подготовлено мастер-классов. Это выставка оружия различных эпох, ярмарка средневековых изделий, различные подвижные игры для детей, спортивный меч. Можно пострелять будет в тире из арбалета. Будут уроки средневековых танцев. У нас будет очень крутой хендмейд, средневековый продаваться, украшения, литые и так далее, и различные вязаные изделия. Вас будет ожидать живая музыка. В общем-то, самое главное, что вы сейчас видите на экране, это, конечно же, бои. Будут у нас проходить различные титульные бои, помимо отборочных боев. Помимо отборочных, это будут бои один на один среди чемпионов. То есть это максимально крутые, максимально подготовленные участники будут драться в полный контакт один на один. То есть максимально будет показана красочность боя, максимально подготовленные бойцы и очень крутая, красивая картинка. И самое главное, что в финале, в финале всего мероприятия у нас будет титульный бой. Титульный бой за звание чемпиона мира в тяжелой весовой категории. А вот этот пояс не просто так лежит перед вами. Да, в общем-то, этот пояс как раз-таки и символизирует этот бой, потому что он будет вручен победителю. В общем-то, этот красиво украшенный всяческими венками, лаврами и красивыми надписями пояс будет вручен победителю. Это переходящий пояс, а это тот пояс, который вы однажды завоевали, или это какой-то другой пояс? К сожалению, я завоевал только медали, а пояс мы ввели только буквально... А нет желания вернуться, чтобы еще и пояс... Или уже, как сказать, молодежь и, так сказать, уже не победить? Я всегда за дорогу молодым, чтобы молодые ребята как раз-таки рвались, побеждали, у них было стремление и интересы. А возрастные ограничения есть какие-то у таких боев? Посещения или боев? У боев, мало ли. У боев, да. Ну, буквально начиная с 16 плюс и до бесконечности. А, Наташа, пожалуйста. Но с мероприятием можно посещать с нуля, то есть мы с семейной парой, и с детишками людей очень-очень ждем на мероприятии. Так, подожди, давайте про этот пояс все-таки... Нет, давайте, уже пошел ряд картинок, поясните, что мы здесь видим. Откуда эти красивые доспехи разных времен? Это буквально кадры с нашего предыдущего мероприятия, Кубок Динамо, который, кстати, собрал где-то 800 бойцов со всего мира. То есть грандиозное было шоу. В общем-то, в этот раз... Ну, там были в основном массовые бои, как вы видите на экране. В этот раз будут одиночные бои, но ни в коем случае не менее красочно, даже более красочно, потому что в бое один на один намного больше деталей. Все-таки, когда дерется строй на строй, многое может ускользнуть от взгляда зрителя, а в один на один не ускользнет. Хорошо, мы сейчас вернемся к боям, но я хочу все-таки еще вот эту вот обертку всю исследовать. Елизавета, ну вот Андрей и Наталья уже немножко сказали, что будет вокруг ресталища. Ну вот все-таки, во-первых, со скольких до скольких имеется ли какое-то расписание? Где посмотреть, когда там приходить, чтобы не пропустить самое главное? Ну, помимо боев, если есть какие-то отдельные, какие-то дополнительные выступления, мастер-классы. Вот эту вот всю начинку, пожалуйста. Смотрите, в общем-то, сам фестиваль начинается с 10 утра. Там происходит взвешивание, потом отборочные бои. А непосредственная шоу-часть начинается с 5-6 часов вечера. Пройдут титульные бои, будут самые рейтинговые чемпионы, самые яркие бойцы, на которых есть смысл посмотреть. Вот. А ярмарку, выселение для всей семьи работает в течение всего времени праздника. У нас будет, например, музей оружия. Это выставка оружия, в том числе, ну, 20-го века. Там, Первая, Вторая мировая война и так далее. Родители и дети всегда в бешеном восторге, когда видят это. Подождите, а что с этим можно сделать? Вот выставка оружия, ну а что, кроме того, чтобы пофотографироваться, потрогать? Нет, вернее, пофотографироваться можно. Это можно пособирать, можно одновременно пофотографироваться с автоматом и со средневековым доспехом. Это пользуется бешей популярностью. Можно взять средневековую алебарду, действительно настоящую, не как в музее за стеклом, а взять эту алебарду, покрутить ей, потыкать, посмотреть, как это действительно в руках держалось, как эти люди сражались. Вот это потыкать особенно хорошо, да. А хорошо потыкать. Нужно обязательно желающего найти, кого можно. С собой надо приводить. Если ты с алебарды, к тебе уже только на вы, тыкать уже не станут. На вы, да, уже не тыкни. Тебе, по крайней мере, тыкать не будут. Андрей, скажите, ну вот сколько, ну ведь команда большая едет на чемпионат мира, там ведь много разных номинаций, и большие команды, вот эта стенка на стенку, маленькие команды, мужчины, женщины, одиночки и так далее. Вот сколько будет набрано вот этих участников? Это около 60 человек, мы будем отбирать исключительно профбойцов, то есть одиночников, в номинации 1 на 1. Но вообще в течение года проходит отборочный, это и 5 на 5, и 12 на 12. И внимание, будет даже категория 150 на 150, представляете себе. Подождите, а вот на чемпионате будет 150 на 150? Что, простите? На чемпионате будет 150? Да, 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 как раз будет номинация, впервые в этом году введена 150 на 150. Как 150 на 150? Они будут просто оскорблять друг друга, или все-таки будет контакт? Нет, это будет грандиозно просто, представляете, 150 бойцов, это будут разные батальоны, коробки, двигаться, маневрировать, ну и, естественно, сражаться, не нажить за нас. А где пространство, как что? Нет, подожди, а все-таки вот этот момент, а вот команда России 150, она включает в себя те команды, которые поменьше, или тут все отдельные коллективы? Во-первых, разрешено, ну в этом году специально, можно объединяться, то есть некоторые сборные будут, скорее всего, друг с другом объединяться, потому что 150 человек не просто вывезти, даже 30 человек не просто вывезти, 150 это грандиозно, тем более хорошо подготовленных бойцов, потому что каждый боец на счет, каждый хороший солдат, можно сказать, у нас на счету. Слушайте, было бы круто, если бы они прямо из дома в доспех уже вышли в поход, да? Съезжались бы уже. 24-го вышли и воно. Прямо на границе могут быть вопросы различные. У нас были случаи, когда ребята в доспехе летели в самолете. А, ну чтобы за это закладь и за этот самый не платить, да? Или просто им нравится уже? Да, знаете, действительно, кроме шуток, иногда можно, например, стеганный какой-то комплект, прямо в нем пройти границу, потому что это как куртка обычная. Но веса добавляет, соответственно, конечно... И аромат. И аромат. Аромат приключений. Перевести это все непросто. И каждый раз какие-то хитрости мы используем, чтобы перевести как можно больше. Я представляю, помимо личных вещей, там сам доспех, он где-то до 30 килограмм, да? Да, до 30 килограмм, а ограничение 23 килограмма обычно. Поэтому вот эти вот 7 килограмм, за них идет битва, не на жизнь, а на смерть. Хорошо. Женщины, женщины будут ли биться 23-го в мужской праздник, и будут ли они тоже отбираться на чемпионат мира? Да, женщины будут, будут отборочные в профессиональных боях, и, соответственно, лучшие из них поедут на битву нации. А они в каких номинациях бьются? Там также у них и групповые номинации, и один один. Я хочу 150 на 150 в бикини, а я поеду в Сербию ради этого. Это не этот турнир. Это немножко другой, но, в принципе, у нас интерактивы есть близкие по характеристике. Мы учитываем запросы зрителей. Ну, мы подкидываем так идейки, да, насколько это важно. Слушайте, давайте все-таки для... Они говорили, Зена, королева воинов, значит, могла, а современные женщины не могут, в конце концов. Они могут, но это будет недолго длиться. Хорошо, ладно. Потому что они более яростные. Вы знаете, женщины очень свирепые бойцы, на самом деле. Вот Зена, вот в том виде, в котором она была, на самом деле, долго бы не протянула, вот если честно. Да. Ты знала, что женщины свирепые? Вообще, мы не знать не хотим. Главное, что теперь мы это знаем. Хорошо. Так, подождите, давайте все-таки... Главное, что не забывают. Да, мы все-таки больше всего хотим, чтобы для широких масс это стало популярным. И поэтому действительно очень важна вся эта анимация, развлечения, выставки и так далее. Помимо того, что для детей очень много всего вы придумали на этом турнире «Воин», скажите, пожалуйста, Елизавета, вот как можно поразвестить взрослым? Помимо того, что там попкорн и зрелища, хочется что-то поделать тоже, как-то втянуться. Кроме фотографии. Да. Мы устали от селфи. Помериться. Там много будет интересного не только для детей, но и для взрослых, естественно. На самом деле, Елизавета немного поскромничала и забыла уточнить, что помимо, между боями у нас будет грандиозное песочное шоу, где мы подготовили специальные сценарии. Вот Елизавета как раз этим занимается. Там будет рассказываться о жизни различных героев. А пусть Елизавета расскажет сама, потому что мы за равноправие тут. Ну, смотрите, тема нашего турнира «Воин», собственно, он так и называется. И мы попытались рассказать о героях различных эпох и об их подвигах. Что, собственно, их всех объединяет и почему из уст в уста, из века в век о них рассказывают легенды. Например? Ну, это сюрприз. А, ладно. Нет, спойлеров не надо. Правильно, правильно. Скажите, а вот как раз по поводу детей, потому что периодически после наших встреч, особенно в преддверии каких-то мероприятий, рассказывают там знакомым о том, что вот такая штука будет, приходите и детей приводите. И зачастую там можно было, по-моему, на чемпионате, на последнем или в динаме, можно было даже ребенка определить в какую-то секцию. Вот сейчас в этот раз будет что-то подобное? Или, по крайней мере, чтобы дети могли чем-нибудь помахать и попробовать этот меч по руке своей? Там будут детские тембры, то есть мягкий меч. Детишки смогут попробовать. И там даже будет детский тир. То есть детишки могут даже пострелять из-за балета. Можно сразу определить, в какой отряд. Да, в какое направление. То есть либо это Робин Гуд будет в будущем, либо это что-то наподобие рыцаревого салота. Но клубы будут присутствовать, в том числе и деды? Конечно, у нас собирается весь свет, можно сказать, рыцарства. Будут различные абсолютно клубы. Причем самые-самые крутые, самые классные, самые сильные клубы. Ну, собственно говоря, профессиональных бойцов выставляют только лучшие клубы с наилучшей подготовкой. И сразу же можно будет примкнуть к какому-то отряду, выбрать себе цвета. То есть вот этот момент, если вдруг все-таки робость пройдет и захочется поучаствовать, либо ребенка своего определить, то можно будет там познакомиться, навести справки, выбрать себе поближе. У нас всегда подходят мамаши, папаши, спрашивают, как ребенка в это отдать. Мы всегда рассказываем сразу же какому-нибудь клубу, определяем, выдаем ему оружие. Потом вырастает новый рыцарь. Выдаем ему оружие и отправляем на завоевание диких земель. Так этот турнир, это у вас призы завуалированные, да, такой? Вы там набираете себе, получается? Это каждый наш турнир. А, это каждый. Слушайте, мне просто интересно действительно, насколько клубы заинтересованы в новобранцах. Ведь это же отдельная, очень большая работа. Одно дело, люди там сами для себя занимаются, а другое дело, это преподаватели, это помещение. Когда очень долго занимаешься, уже самому хочется как-то передать опыт, передать то, что ты узнал, научился воспитывать молодежь. Ну, конечно, молодежь это будущее. В принципе, любой клуб заинтересован, чтобы их представляли новые, молодые, агрессивные дети. Вот, молодые, агрессивные дети. И девочки тоже, и девочки тоже. Юные, агрессивные девы. Хорошо. Андрей, скажите мне, вот, в принципе, зрелище, да, само по себе оно такое, ну, яркое. Но добавляется вот когда, ну, все-таки, да, есть ли какие-то попытки или возможности, или, так сказать, сделать его еще как-нибудь по-особому красивому? Или бой сам по себе хороший, и сам по себе красив, и его там ничего добавлять не надо? Ну, я не знаю, какой-нибудь красивый выпад, я не знаю, как-то за технику и артистизм как-то оценивается? У нас очень большая проработка вообще, в принципе, и шоу, мы и прописываем сценарий, каждого бойца отдельно представляют, рассказываются биографии. У нас будет огромный экран, на котором будет транслироваться весь бой, будут повторы, будет вот эта файт-карта, выход бойца будет у нас отдельно освещен прожекторами. То есть вот это то, что видят специалисты, но совершенно не видят дилетанты, что там произошло, почему уже все закончилось, можно будет все-таки наконец-то разглядеть, да? Каждый удар, да, можно будет в мельчайших деталях разглядеть, будут красивые повторы, трансляция будет, даже вот мы надеемся, что и как-то с вами получится посотрудничать по этой части. Да, но пора, в конце концов. Мы планируем трансляцию. На работу специально выйдем ради этого. Скажите, еще тогда такой вопрос. Сейчас отвлекся на планы. Конечно, там они сначала рубились, а потом давай целоваться. Давай ты, я сейчас вспомню. Слушайте, если говорить, ну, мы уже давно с вами общаемся и знакомы, и, конечно, происходит, видимо, успешно и коммерциализация, потому что масштаб растет, и то, что вы говорите, экраны, большие залы и так далее. Если говорить в целом о перспективах этого вида, как спорта, потому что это все уже начинает напоминать, понимаете, такой же подход, как в хоккее или футболе. Вы уже там растите, и какую-то молодую поросль из них. Федерация, шоу, да, все красиво. Вот в целом, если говорить об этом виде, какие перспективы в рамках России, в рамках международного сообщества? Будет ли это олимпийским видом спорта, и вообще своя олимпиада, может быть, что? Ну, во-первых, своя олимпиада у нас уже есть, которая называется «Битва наций», и туда съезжается весь мир. Во-вторых, спорт, конечно, набирает обороты. Мы, вот, в общем-то, флагманы, развивающие, делающие этот спорт, скажем так, мейнстримом. Вот, мы даже в том числе вам небольшой подарок привезли. Это журнал, в общем-то, да, если камера крупнее покажет. Это мы сами делаем журнал. Очень круто, интересно, самые лучшие какие-то новости из нашего движения, из боев. На обложке, как вы видите, боец – это Виталий Грызлов. Это один из лучших бойцов, который, кстати, после каждой своей победы танцует брейк-данс в доспехе. Представляете? Не шуточно, в общем-то, вот это красавец. А еще, знаете, как-то еще журнал, а туда еще контрамарочки вложите. Вот, я вспомнил свой вопрос. Звезды, вы упомянули одного уже, да, человека с обложки, но, знаете, как-то надо знать какие-то фамилии, чтобы, ну, я не знаю. Чтобы по-настоящему любить, надо разбираться. Да, да, да. И вот, знаете, либо для тех, кто более-менее разбирается, пообещайте каких-то звезд, которые будут там обязательно. Мы всегда обращаем внимание на звезд, даже из некоторых бойцов помогаем им стать звездами, потому что бойцы чаще всего люди робкие, тихие, спокойные. А мы говорим наоборот, и вот как МакГрегор должен кричать, там, плеваться, взываться. Делать шоу, да. Потому что люди, конечно, любят шоу. Главное, чтобы они в зал не прыгали вот со всей своей этой вот амуницией. Не допрыгнут. Ну, там и забор пониже, понимаете, проблема. Хорошо, извините, перебил. Да, но я имел в виду, знаете, фамилии уже конкретно вот тех людей, которые будут биться 23-го, на которых надо обязательно посмотреть. Самое главное, я думаю, что это будет титульный бой. Это будет Максим Найзов и Алексей Петрик. В общем-то, оба чемпионы. Это крутейшие бойцы. Самый кассовый бой вечера, в общем-то, получат как раз-таки вот этот пояс в результате этого боя. Но, в принципе, у нас огромные... Ну, как бы у нас всегда на титульные бои мы ставим звезд. У нас будут и англичане. Приедут два англичанина. И поляки. Израиль, русские. И будет буквально весь свет рыцарства. Не будет обидно, если вдруг англичане или Израиль побьют наших и окажутся самыми лучшими. Ну, побеждает сильнейший всегда. То есть нет такого вот этого... Во-первых, за пояс будут драться два русских, так что... Все, все. Ладно, тут подсорковались. Все продумано. Да, ну, как бы если победит, то победит. Побеждает сильнейший. Но это будет, наоборот, повод еще больше заниматься, тренироваться. Потом сделать реванш и победить, и забрать пояс. Обратно победу и так далее. У меня вопрос к организаторам все-таки. Да, вот и Наталья, и Елизавета. Женщины занимаются организаторами. Скажите, что команда преимущественно состоит все-таки... На чьих плечах это все лежит? Наталья, осознавайтесь. Ну, у нас такое распределение очень правильное, обязанности. Поэтому и женщины, и мужчины трудятся на благо популяризации ИСБ. Но я хочу сказать, что просто каждый выполняет свои какие-то обязанности. И мы помогаем друг другу. Потому что команда – это самое важное. Часть корабля, часть команды. Женщины, на самом деле, у нас больше всего... Я просто думаю, что, смотрите, женщины ведь, на самом деле, я так понимаю, что и креатив тоже. Во многом лежит на вас, вот, Елизавета, да? У нас весь креатив лежит вот, да, на плечах этих прекрасных дам. Они буквально на своих хрупких женских плечах тянут все. Наталья у нас всю шоу-часть, все оформление. А Елизавета у нас командует, на самом деле, рекламой. Слушайте, а насколько мужчины, вот, рыцари, насколько они вмешиваются и указывают вам, что делать, и исправляют ваш креатив как-то по своему мужскому усмотрению? Я сейчас пытаюсь вот этот гендерный клин вбить. Не-не-не, они нам очень помогают, наоборот. Они смотрят с другой стороны и дают такие правки, которые мы сами можем не заметить. Поэтому мы их очень любим за это. Хорошо. Хорошо. И все-таки тогда продолжаю. Вот, слава богу, 23-е, а не 14-е, да, потому что было бы еще сложнее привести свою половину на это мероприятие. Чем еще? Вот найдите, дайте те слова, которыми можно уговорить, и вот свою вторую половину привести к вам, потому что она будет... Ну да, ты там будешь смотреть, как эти люди друг друга железяками, а я там чего буду делать? Вот что все-таки для женщин? Нет, это потрясающее само мероприятие по насыщенности, потому что там будет интересно как и женщинам, так и мужчинам. Красивые, красивые рыцари, большие. Нет, знаете, вот это красивые рыцари, это вот для меня не аргумент. Знаете, если бы я там был среди них, тоже ходил бы вот такой же красивый, это другое дело. А так я вот это такой цивильный, обычный... Слишком красивые рыцари. А они слишком красивые. Нет, что-нибудь такое вот нейтральненькое. Во-первых, можно себя ощутить рыцарем, померить тот же шлем, взять тот же меч в руки, а потом помахать мечом можно. Вот, дорогая, я с мечом фотографирую, пока я могу его поднять. Можно, потом можно попробовать, там будет очень интересно. У нас ребята со шпагами, как бы фаерщики будут. И главное, самое интересное, что мы готовим очень много эксклюзивного материала. Эксклюзивное шоу, эксклюзивные бои. И, кстати, у вас сегодня эксклюзивные кадры. Этот пояс еще никто не видел. О, да, покажите его еще раз. Крупно, это вообще, кто его сделал? Это же в своем роде произведение искусства, которое будет продаваться на аукционах. Это хендмейт, кузнецы выковывали специально по средневековым рецептам. Ну, а правда, вот этот вопрос, который сам наявил, он переходящий просто, как кубок, или он останется уже чемпионом? Если несколько лет чемпион пояс удерживает, то он переходит к чемпиону во владение. А, и будете новый ковать, да? Конечно. А несколько лет это сколько? Просто сейчас ведь отчет пошел, да? Вот сейчас первый раз. Да, три года. Три года, если человек удерживает свои позиции, не сдает их, зубами вгрызается в этот пояс, потому что желающих, желающих очень много. Слушайте, ну это новая какая-то тема, да? Вы недавно, вы сказали, ввели этот пояс. Насколько это принято в международной практике? А мне кажется, вы же и формируете эту практику, да? У нас летом был первый бой в легком весе как раз за пояс переходящий, его выиграл Вячеслав Леваков. На Пушкинской площади был бой. Да, на Пушкинской площади был бой, было очень массово, очень много публики, и бой очень был красивый. Планируете ли вы, чтобы пояса стали таким же престижным мерилом соревнования на международном уровне, как это, например, в боксе или в боях без правил? Конечно, конечно. А как по-другому? Вы к этому, да? Хорошо, ну тогда, знаете, вопрос уже меркантильный. Ну тогда к поясу какой-то призовой фонд должен прилагаться. Или он уже есть, или это пока все еще, да, для, как вы видите, бой за славу происходит? Наша бесконечная любовь и уважение. Пока еще так. На самом деле у нас есть такая даже шутка, что мы ртутью, древесиной, различными ресурсами помогаем бойцам. Хорошо. Слушайте, но... Уважение, любовь и уважение здорово. Иногда монетами. Скажите, пожалуйста, это только вопрос времени, что когда-нибудь все-таки появятся вот эти вот тугие кошельки, набитые золотом. Ты просто думаешь, начать заниматься этим всем или нет? На самом деле, во-первых, у нас частенько есть призовой, не то что частенько, на наших турнирах есть призовой фонд. Я не могу сказать, что это какие-то миллионы и миллиарды, но человеку, который этим занимается, это, в общем-то, неплохо помогает. Это, во-первых. Во-вторых, деньги никогда для спортсмена недвижимый фактор. Для них самый движимый фактор это крутизна, слава, признание. Вот это, на самом деле... Согласен, согласен. Но все все-таки, знаете, когда всем сказали, что МакГрегор все-таки 20 миллионов получил за тот бой, всем стало интереснее. Да. Интереснее. Ну, это, знаете, пожелание, мы пока смотрим в будущее. А я увидел в кадре красивых женщин, девушек в бикини. А будут ли вот эти проходки, вынос флагов, обживления? Железных бикини. У нас выход бойцов, это вообще отдельное шоу. Для этого пишется отдельный сценарий. Девушки с флагами, эсквайры в средневековых костюмах. Их будут сопровождать оруженосцы, дамы. Каждый выход будет отдельно обыгран. Даже мы хотели специально живой музыкой, живой музыкой, барабанами и горным сопровождать некоторые выходы. Трубадоры, все как полагается. Будет нереально круто. Слушайте, а мы вот там видели маленькой девочкой, но в таком, в средневековом, очень крутом костюмчике. Это что такое? То есть для детей тоже есть такие вещи? Одежда, доспехи? Ты имеешь в виду приобрести на месте, если вдруг? Например? На ярмарке, да, можно приобрести разные вещи. Но в том числе у нас клубы реконструкции, которые с нами непосредственно участвуют в данных мероприятиях. Там и детишки бывают, почему нет? А детишки тоже по полной программе, да? У них может быть и обмундирование? Конечно, конечно, конечно. Это очень важно. Это очень важно. Хорошо, слушайте. Ну, да. Ну, хорошо. А подождите, подождите. Нет, вот я... Молодых ногтей, да. Мне кажется, Алина, мне кажется, ты немножко пацифист. Да, ты так на себя смотришь? А дети тоже соревнуются или они только пробуют еще пока? Соревнуются, да. У них есть номинация в мягкий меч. Да, у детей, конечно же, они сражаются... Мягкий меч, меня устраивает. Не идиционным оружием, конечно. Нет, он тоже тяжелый, понимаешь? Я тут попробовал как-то. Да, Андрей, извините, что говорите? На самом деле дети соревнуются весьма активно, прям с раннего возраста, буквально с пяти лет. Есть секции. Они занимаются... У них мягкое снаряжение, но, конечно, стальной ребенка не наденешь. Да. Он может погибнуть. И там и девочки, и мальчики, да? И девочки, и мальчики, конечно. Дети иногда дерутся суровее, чем взрослыми. Ни в чем не уступая. А я смотрю вот на Алину, она как раз вот такой человек, вот такая женщина, о которой ты, наверное, говорил, что надо еще убедить, чтобы такая женщина пошла на этот турнир. Она так смотрит немножко недоверчиво. А есть ли у вас там, например, что-то типа дефиле средневекового, показ, что-то связанное не с войной, а все-таки с красотой и культурой? Платье? Там будут римские легионеры с гражданскими, там будут девушки очень красивые в антураже и будут рассказывать очень интересные вещи про историю и показывать мастер-классы, в которых можно принять участие. У нас будут средневековые танцы. 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 Я бы хотела добавить, что на нашей ярмарке всегда продаются очень красивые ювелирные украшения, стилизация, серьги, ожерелья и так далее. Ну, сделанные в стиле средневековья или античности, и, ну, женщинам это всегда очень интересно. Ну, что это, металл, серебро, что это? Есть и серебро, есть просто различные ювелирные металлы недрагоценные. В общем, на всякий карман. Прийти и найти там щедрого друга вы можете. В завершение, еще раз по порядку, где, когда, во сколько, и самое главное, какие-то информационные ресурсы ваши, где можно уточнить какую-то и программу, и, так сказать, все, что будет происходить. 23 февраля. Крылья советов. Начнем мы буквально с 10 утра, закончим в 10 вечера. Основная часть, самая интересная, буквально начнется в 5 часов вечера. Можно подходить в 4, чтобы занять самые лучшие и прекрасные места. Можно найти, мы на всех билетных сайтах есть, есть в интернете. Турнир называется Воин. Можете просто вбить Воин, рыцарские бои, сразу же мы появимся в любом поисковике. Куча информации. У нас есть группа ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграм. Есть сайт, где расписано все детально про все, что только можно, и про Синякова бои, и про этот турнир. Если вам просто хочется узнать все, вбейте Воин, рыцарские турниры в Яндексе, и вы узнаете об этом все, что только можно. Отлично. И самое главное, сможете поучаствовать в этом. Хоть краешком. По полной программе. Нет, да? По полной, осторожней. Зависит от вашей инициативы. Да, и крепкости организма. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Итак, в рубрике «Сообщество реконструкторов» о грядущем рыцарском турнире «Воин-2019» нам рассказали. Организатор этого турнира Наталья Шестакова. Елизавета Семерханова. И, давай, вычитай все эти титулы. И, Андрей Сириус, многократный чемпион мира по историческим средневековым «Боян». «Боян» – член сборной РФ по историческому средневековому бою, главный организатор рыцарского турнира «Воин» и основатель лидии средневековых боев «Воин-Света». «Воин-Света». Что, гордимся знакомством с вами? Удачи, да, в вашем мероприятии. И надеемся, да, что как-то посотрудничаем и даже, может быть, каким-то... Нет, не хотел сказать, хоть тушкой, хоть чучелком поучаствовать, но не так, не так. Как-нибудь все-таки поучаствуем в этом во всем. Мечом махнем.